ЛЕГО БЭТМЕН ЗЕ ВИДЕО ГЕЙМ ATC-CV GAME Игра, посвященная самым крупным и самым престижным соревнованиям туринговых, очень сильно модифицированных обычных машин в Скандинавии. Всем привет! В эфире снова ФАК и я, Влад Лехов. ФАК – самая приличная передача на телевидении. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Представляем вашему вниманию новый гоночный симулятор на основе игры Race 07 – STCC The Game. Swedish Touring Car Championship – это самые крупные и самые престижные соревнования туринговых, очень сильно модифицированных обычных, машин в Скандинавии. Как вы уже догадались, данный продукт включает в себя все машины, трассы и гонщиков сезона 2008 года. Посмотрим более подробно, что представляет собой эта игра. Игра Race с первых дней своего появления прочно поселила в сердцах фанатов автогонок. Скорее всего, продукт STCC The Game постигнет та же участь. Хардкорный симулятор и призванный лидер жанра немного вырос и радует нас множеством новых мелочей. В игре заявлено использование 29 уникальных машин в 11 разных классах в 350 различных вариациях. Проглотили! А также более 350 автомобилей, разделенных на 9 классов. Начиная от новейшей BMW M3 и заканчивая Альфа-Ромео образца 1987 года из оригинальной игры Race. Количество трасс, раскиданных по всему миру, превысило 40 единиц. Не менее заманчиво выглядит и система повреждений. Одним словом, заядлым автогонщикам есть где разойтись. Единственное, что может несколько расстроить, так это морально устаревший движок, но об этом чуть позже. Игра поступила в продажу в середине октября 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видео и 2,5 ГБ на жестком диске. А также не забудьте про педали и руль с обратной связью. Еще раз уточним, что игра STCC The Game это не просто отдельный продукт, а скорее стендалон дополнение, содержащее полный оригинальный продукт Race со всеми машинами и трассами 2006 и 2007 годов. Проведение гонок соответствует либо правилам чемпионата WTCC, либо шведской гоночной серии, которой собственно и посвящена эта игра. Оно и понятно. 7 вин верны регламентам ЛИК. Нам предлагается обкатать сначала трассу, настроить в соответствии с ее особенностями свое авто, пройти квалификацию и занять свое место в стартовой решетке. В общем, все более-менее понятно и интересно. Если вы не можете жить без виртуальных заездов, рекомендуем погонять и в этот шведский чемпионат. Особенно порадуют не совсем ровные трассы. А наша оценка геймплея уверенная 4 балла. В техническом плане STCC The Game наследник Race, что совсем не удивительно. В итоге картинка получается пристойная, однако с пресловутым Next Gen'ом, конечно, ничего общего. Требования к железу для комфортной игры по-прежнему остаются немаленькие, но ничего сверхъестественного. Наша оценка графического наполнения также 4 балла. Звук в игре выше всяческих похвал. Само собой, если Simbin и Abyss разорились на лицензии, то и звучание стальных красавцев записывалось с их реальных аналогов. Музыка динамична и не дает скучать в перерывах между заездами. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов, а вам предлагаем небольшой фрагмент из игры. Субтитры создавал DimaTorzok STCC The Game — отличная гоночная игра, которая почти не уступает своим предшественникам. Эта игра не будет развлекать вас сюжетом, роликами и прочей мишурой. Зато она может предложить настоящий дух автоспорта, абсолютно непохожие друг на друга автомобили и, наконец, эксклюзивные лицензии чемпионатов STCC и WTCC. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Приятно то, что каждый может настроить уровень сложности под себя. Если вы любите погонять на досуге в виртуальном кокпите, но давно не играли, начните с уровня Semi Pro. Получите массу удовольствия. Впрочем, игра не сильно отличается от предыдущих версий на этом движке и надолго задерживается компом и разве что ярых фанатов гонок. Поэтому перейдем к вашим вопросам и нашим ответам на них. Первый вопрос. Реально ли полноценно играть, не имея ни руля, ни джойстика? Отвечаем. Игра, конечно же, пропустит вас из клавиатуры, вот только вам самим будет скучно. Как-никак, это стопроцентный симулятор, поэтому использование гоночных обвесов тут приветствуется. Благо, список поддерживаемых девайсов достаточно внушителен. Следующий вопрос. Что такое REF-лимит в настройках автомобиля? Отвечаем. Это ограничение числа оборотов двигателя. Для коротких трасс ставьте небольшое количество оборотов, а для длинных — наоборот. Следующий вопрос. Какое значение выставлять в параметре LOG рулевого управления? Отвечаем. LOG — это максимальный угол поворота колес. На медленных трассах с поворотами малого радиуса угол увеличивают, чтобы можно было вписываться в повороты. На быстрых трассах угол ограничивают, чтобы рулевое управление было менее чувствительным. World of Goo — это двухмерная логическая игра. Официальный релиз состоялся в октябре 2008 года. Принадлежит разработка студии 2D Boy. Аналогичные игры имеют широкую аудиторию пользователей. Скоротать последний час за рабочим компьютером, не напрягая мозг, и двинуться домой. На дисках такие программы не упускаются. В основном распространяются через сеть интернет. World of Goo в переводе значит «Мир Гу». Гу называются разного вида шарики, которыми вам и нужно управлять, выполняя разные задания. Цель каждого уровня состоит в том, чтобы отправить в трубу как можно больше гуушек. Разные шарики имеют разные свойства. К примеру, зелёные могут образовывать до трёх связей и рассыпляться. Красные не рассыпляются, но имеют свойство гореть. По мере прохождения вам встретятся также летающие, неуязвимые, сверхлёгкие и ещё множество других гу. Все конструкции имеют достоверную физическую модель и точно следуют специфичным свойствам. Первые несколько этапов дают прочувствовать эти закономерности, что позволяет в дальнейшем ориентироваться на своё ощущение и предсказывать обрушение. Игра состоит из шести уровней, пять — на прохождение, а шестой — сетевой. Последним нужно построить максимально высокую конструкцию, используя эвакуированные сверхпланы гуушки. Высота в онлайне сравнивается со всеми пользователями. Таким образом, совершенствуя свои тактики, вы можете стать лучшим в мире собирателем гу. Но это не так просто. После 30 метров начинаются серьёзные проблемы. Вне зависимости от ширины основания, ваша башня рушится из-за резонанса. Разработкой занимал студия 2D-Boy, состоящая всего из двух человек. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 1 ГГц, 512 МБ оперативки, видеокарта с объёмом памяти 64 МБ и 70 МБ на винчестере. Игровой процесс состоит из решения разного рода задач с использованием специфических механизмов. На каждом этапе вам даётся определённое количество гу. Для прохождения нужно отправить в трубу указанное в задании количество шариков. Гуушки, эвакуированные сверх плана, отправляются в вашу коллекцию для сетевого режима. После каждого хода рядом с курсором появляется белая мушка. Если её поймать, время вернётся назад. За геймплей 5 баллов. Внешняя игра очень притягательная. Шарики, несмотря на простейшую форму, замечательно анимированы. Они крутятся, моргают глазками и внимательно следят за вашим курсором. Фоновые декорации представлены объёмными сюрреалистичными картинами и вызывают бурю эмоций. Размеры этапа, уровня и всего мира сопоставлены друг с другом. Несмотря на примитивную 2D-графику, игра получает за внешний вид 5 баллов. Оригинальным звуком сопровождается почти каждое действие. Но это изобилие звуков не превращается в однородный писк, а только придаёт жизнь и реалистичность вашим действиям. ЗВОНОК В ДВЕРЬ За звук твёрдая пятёрка. Красивая, разнообразная, затягивающая с первой минуты и, по сути, бесконечная игра. Мир ГУ предлагает уникальный соревновательный сетевой режим. Плюс ко всему просто своение и не требует мощного компьютера. Игра отлично подойдёт в качестве психологической разгрузки после трудового дня и сможет стать развлечением даже для самых юных пользователей. Наша общая оценка игры 5 баллов. Приятная на вид и на ощупь игрушка. World of Goonies требует особых умственных усилий, но достаточно интересная. Шарики харизматично анимированы. Глядя на эти эмоциональные переживания, абстрагируешься от осущных мыслей и просто отдыхаешь. Отличная альтернатива паукам, косынкам и сапёру. А благодаря незамысловатому управлению и ярким картинкам, игра, несомненно, понравится самым маленьким пользователям. Вопрос. Как пройти последний этап в первом уровне? Шарики болтаются на поверхности воды, и все мои сооружения падают. Как быть? Отвечаем. Нужно зафиксировать конструкцию в трёх точках. Постройте длинную опору от берега к берегу и ещё одну вниз до дна ёмкости. Только после этого начинайте возводить башню вверх. Вопрос. Как пройти вторую лягушку? Расстояние там большое, а черепков, на которые можно опереться, всего четыре. Что делать? Отвечаем. По мере провисания вашего моста подставляйте черепки вниз, а когда они закончатся, просто вытаскивайте первые и переставляйте в конец. Если часть ГУ провиснут и лопнут, ничего страшного не случится, вы всё равно сможете закончить этап. Смотрите далее. Лего Бэтмен Зе Видеогейм. Очередные приключения пластмассовых человечков из конструктора Лего. Смотрите далее. Лего Бэтмен Зе Видеогейм. Очередные приключения пластмассовых человечков из конструктора Лего. К нам приходят письма с просьбой рассказать об играх для мобильных телефонов. Сегодня вы узнаете об игре Докс, в которую мы решили поиграть на мультимедийном компьютере Nokia N85. Это устройство сделано на платформе Engage, а значит в любом месте вы сможете играть в самые популярные игры. Nokia N85 – это качественное фото и видеосъёмка, выход в интернет, много часов музыки и прочее. Но сегодня мы остановимся именно на игровых возможностях Nokia N85. Большой и яркий дисплей, специальные игровые клавиши с подсветкой – всё это сделает игровой процесс необычайно простым и увлекательным. А теперь давайте погрузимся с головой в бесконечный игровой мир Engage и Nokia N85. Здесь только интересные и только хитовые игры. Игровой процесс Докс интуитивно понятен, а само действие снабжено множеством подсказок. Игра любезно объясняет нам, что и как делать. Наигравшись в фризби, наш маленький лохматый друг изъявил желание прогуляться по улице. Для этого нам понадобится поводок. Не переусердствуйте с натяжением Онова, иначе он вырвется из ваших рук и придётся ловить собаку по всей улице. В итоге мы благополучно добрались до пляжа, где нам встретился ещё один представитель царства животных. Он оказался на редкость дружелюбным и в качестве жеста доброй воли показал, где лежит ещё одна забава для нашего поднаторевшего в развлечениях пса. На этот раз это резиновая верёвка – отличная профилактика для зубов. Наша оценка геймплея DOX – 4 балла. Экран устройства Nokia N85 достаточно большой, что позволяет в полной мере оценить графику игры. В игре присутствует некое подобие 3D-пространства. Камера имеет три степени свободы, что нечасто встретишь в играх для мобильников. Наша оценка графического оформления DOX – 5 баллов. Музыка в DOX – это забавные восьмибитные мелодии, которые включаются только в определённые моменты и тем самым не надоедают. Спецэффекты же главным образом состоят из злой собаки и шума улицы. Предлагаю вам послушать небольшой фрагмент из игры. Наша оценка звуковой составляющей – 5 баллов. DOX – классический представитель жанра симулятора жизни. Мультимедийный компьютер Nokia N85 позволит вам не расставаться с виртуальным любимцем, где бы вы ни были. Конечно, данный проект будет интересен в первую очередь прекрасной половине нашей аудитории. Крутые перцы, привыкшие мочить нечисть в тёмных подземельях, навряд ли проникнутся духом животноводства. Как бы там ни было, 5 баллов получает сегодня игра DOX. Первый вопрос. После того, как я покормил и напоил собаку, игра выбрасывает меня в главное меню. В чём проблема? Отвечаем. Изначально игра доступна в триал-режиме. Для того, чтобы играть дальше, её нужно активировать. Мультимедийный компьютер Nokia N85 позволяет зарегистрироваться в системе N-Gage, выбрать желаемую игру, в данном случае DOX, и затем вы получите 16-значный активационный код. Услуга, само собой, платная. Следующий вопрос. После прогулки я решила помыть собачку. Намылила её, но дальше дело не пошло. Пёс убежал. В чём затык? Отвечаем. Действительно, пока вы намыливаете пса, он стоит спокойно. Когда же дело доходит до, собственно, помывки, он начинает гонять по всей ванной. Вам потребуется определённая сноровка, чтобы смыть с него всю пену. После этого не забудьте его вытереть. Зоны, по которым вам надо пройти щёткой, обозначаются золотыми звёздочками. Следующий вопрос. Что делать, когда собака наелась, нагулялась, наигралась и даже помылась? Отвечаем. Все эти мероприятия несколько утомили вашего пса, и теперь ему необходимо прикорнуть. Вы же пока можете изучить свои успехи в области ухода за собакой и даже опубликовать результаты в сети интернет. Вот оно, спасение для настоящего геймера. Теперь ваши любимые игры всегда под рукой. То есть в руке. То есть в Nokia N85. Причём все игры ты можешь сначала посмотреть, протестировать и потом уже приобрести. А оно того стоит. Для платформы Engage разработаны и адаптированы игры самых разных жанров. Так что тебе всегда будет во что поиграть. Если у тебя есть Nokia N85 на платформе Engage, значит игры никогда не закончатся. После грандиозного успеха LEGO Star Wars, совсем не удивительно, что тема пошла в тираж. Разработчики взялись сразу за две игры в LEGO стилистике. Одна из них вышла этим летом и была посвящена приключениям Индиана Джонса. И совсем недавно на прилавках появилась ещё одна аркада про пластмассовых человечков. LEGO Batman The Video Game. Если уж разработчики из Traveler's Days добрались до Бэтмена, то дальше приключения пластмассовых человечков должны пойти как по маслу. Одних героев комиксов легко хватит на десяток игр. Впрочем, разоряться на оригинальный сюжет создатели аркады не стали. И это была действительно непростительная ошибка с их стороны. Вместо того, чтобы спародировать оригинальные фильмы, они придумали свою собственную историю. Прямо скажем, не самую удачную. И это при том, что львиная доля успеха оригинального проекта LEGO Star Wars была именно в изображении культовых моментов саги. К тому же цветастые LEGO герои, которые идеально вписывались в декорации Звёздных войн, совершенно не смотрятся антуражем мрачного Готэм-Сити. А Бэтмен так и вовсе смотрится комично в трапециевидном теле пластикового человечка. Рекомендованные системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 512 МБ оперативной и столько же видеопамяти. На жёстком диске LEGO Batman The Video Game займёт 4,2 ГБ. На первый взгляд в LEGO Batman всё нормально. Эта аркада предлагает поиграть за два десятка персонажей из популярной вселенной. Причём не только за положительных героев, но и за злодеев. То есть кампания есть как за плохих, так и за хороших. Большой упор сделан на кооператив. Есть много ситуаций, где нужно идти разными путями и помогать друг другу, нажимая кнопки одним героем, чтобы второй смог пройти. Ничего нового, но всё равно приятно. Четвёрка за геймплей. Игровой процесс разбавлен довольно забавными анимированными роликами, которые заставляют не раз улыбнуться. График очень даже приятный, но без излишеств. Со времён LEGO Indiana Jones ничего не изменилось. 4 балла за графику. Звучит игра хорошо. Смачные удары во время драк, реалистичные звуки разлетающихся пластиковых деталей конструктора и непритязательные фоновые композиции создают нужную игровую атмосферу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Четвёрка за звук Лего Бэтмен Зе Видеогейм — крепкий середнячок среди детских аркад. Но назвать игру самостоятельным проектом никак нельзя. Это скорее очередные приключения пластмассовых человечков из конструктора Лего. Единственный заметный шаг в сторону от предыдущих частей — возможность пройти игру как за положительных героев, так и за отрицательных. Четвёрку получает сегодня аркада Лего Бэтмен Зе Видеогейм. Лего Бэтмен Зе Видеогейм — всего лишь коробочка с новыми деталями для старого конструктора. Впрочем, пластмассовых кубиков человечков и сюжетных линий тут значительно больше, чем в предыдущих комплектах. А значит, и надоест эта груда новых запчастей не так скоро. Тем более, что некоторые задания могут вызвать затруднения даже у тех, кто хорошо знаком с этой серией. На некоторые самые часто задаваемые вопросы по игре Лего Бэтмен Зе Видеогейм мы ответим прямо сейчас. Вопрос Я на вертолёте приземлился на какую-то крышу. Слезть с неё нельзя, а что делать — непонятно. Как быть? Отвечаем Справа стоят контейнеры. Если их разбить, то рассыпятся детальки, из которых можно собрать два переключателя. Они откроют люк в крыше, и вы пройдёте на следующий уровень. Вопрос Робин переоделся в специальный костюм для управления электроникой, а Бэтмен бегает с бомбой и должен что-то взорвать. Но я никак не пойму, что нужно сделать? Отвечаем Прикажите Робину собрать маленького робота. На стене откроется панель управления. С её помощью вы сможете перемещать робота по крыше. Необходимо заехать под навес, собрать детальки и переключить два выключателя. В результате откроется люк, и на крыше появятся капсулы, которые необходимо уничтожить. Прикажите Бэтмену заложить бомбу, отбегайте подальше и взрывайте. Вопрос Я застрял на самой первой локации. Робин взял костюм с магнитными подошвами, но как его использовать, непонятно. Что делать? Отвечаем Бегите в правую часть локации, там увидите большую железную конструкцию. Прикажите Робину идти наверх, и он поднимется по отвесной стене. Там найдёте переключатель, который опустит лестницу, чтобы Бэтмен тоже смог подняться. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте mozdefistv.ru Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.mozdefistv.ru Мы обязательно всё посмотрим и ответим на ваши письма. А теперь, внимание! Канал Муз ТВ и программа Фак объявляют конкурс на должность ведущего. Мы всё ещё ждём ваших писем. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои режимы на нашу электронную почту. faqsobaka.mozdefistv.ru Тема конкурс. Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. До скорого!